МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ценный груз. В Абакан прибыла последняя партия оборудования для легкоатлетического манежа. Спортобъект готовится к открытию. Сегодня по календарю 80-е годовщина Сталинградской битвы. Подвигу героев Великой Отечественной войны посвящены мероприятия в школах, библиотеках и музеях. Большое кино. В Абакане прошла пресс-конференция с участием съемочной группы фильма «Чикаго». Уже через три недели состоится премьера. Страсти на льду. В Абакане состоялись соревнования по керлингу, в которых принимали участие юно-армейцы со всех школ города. Здравствуйте. В эфире телеканала Абакан 24. Информационная программа «Сегодня». В студии для вас работает Ольга Могучая. Начнем с главного. Ценный груз. В Абакан прибыла последняя партия оборудования для легкоатлетического манежа спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина. В столицу доставлены более тысячи квадратных метров покрытия, а также планки для отталкивания для прыжковых секторов. Подробнее в сюжете Анзора Сабанова. Эту машину в Абакане ждали как никакую другую. Она привезла в столицу последнюю партию оборудования для манежа. Сейчас рулоны специализированного покрытия едва ли не в торжественной обстановке вносят в здание. Мы наконец-то получили недостающие 1200 квадратов резинового покрытия, из-за чего было приостановлено производство работ. Планируем в течение 3-5 дней завершить все работы. Все оборудовано на объект получено. В настоящий момент ведется расстановка оборудования. Ну и крайний срок завершения работы – это 15 февраля. Помимо покрытия прибыли сегодня и специализированные планки. Они служат для отталкивания спортсменов в прыжковых секторах. К ним отношение особое. Практически сразу по разгрузке строители и легкотлеты торопятся примерить одну из конструкций. Радость понятна. Это, скажем так, второе пришествие плана Квабакан. Первое не удалось, оборудование не подошло по размеру. Пришлось заказывать новое. Теперь все хорошо. Это самое главное для нас, что после этого уже можно будет начать и тренировочный процесс, и все этапы подготовки. Поэтому радости нет предела. Завершающие этапы. Вчера проводили тестирование электронного оборудования, хронометража. Тоже все идет хорошо. Табло. Мы теперь все это собираем в кучу. Планируют будущие будни в Манеже представители школы по спортивному туризму Абакана. Сегодня они тоже здесь приводят в рабочее состояние огромный скалодром. Мы проводили работы по дозакрутке зацепов каждого зацепа на скалодроме. Вчера закончили эту работу и уже начали установку новых дистанций, чтобы было немного плотнее. Практически установили две дистанции. Сегодня надо их закончить. Вот так заканчивается долгий путь, начало которому в октябре далекого 2012 года положили ударами кувалды по символическому колушку Николай Генрихович Булакин и легкоатлеты-сборники Дмитрий Сычев и Анастасия Зуева. Тогда казалось, что год-два и чудо-сооружение заработает. Однако непростые, прежде всего экономические реалии, внесли свои коррективы. Весь наш огромный спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина, практически все очереди, будь то бассейн, будь то его универсальный зал и административный блок, все это строилось исключительно на средства муниципалитета, собственно, как и легкоатлетический манеж. Затраченных средств здесь более 400 миллионов рублей по легкоатлетическому манежу. И только с 2022 года нам удалось войти в федеральный проект «Спорт. Ножма жизни». Благодаря данному спортивному проекту нам удалось достроить легкоатлетический манеж, и мы вводим его в эксплуатацию. Возникли сложности на последнем этапе. Геоболитическая обстановка повлекла за собой нарушение привычных логистических цепочек. Закупка и доставка оборудования в Абакан превратилась в архисложную задачу, тем более, что изначально городские власти стремились оснастить манеж в соответствии с требованиями Международной Федерации Легкой Атлетики, с тем, чтобы проводить соревнования любого уровня. И несмотря ни на что, все планы были реализованы в полной мере. Манеж практически готов. Предварительно первые тестовые соревнования мы уже запланировали. Они будут проходить 17 февраля. Ну и, собственно, 17 февраля мы произведем открытие манежа. Я думаю, что открытие манежа у нас будет проходить в два этапа. То есть первый этап, конечно, наверное, это будут как раз вот именно вот эти тестовые соревнования. Но второй этап – это будет уже торжественное, с приглашенными гостями, спортсменами, звездами, надеемся, чемпионами мира и олимпийских игр. Надеемся, это произойдет уже в марте. Сейчас к тестовым соревнованиям готовится вся Сибирь. Легкоатлетам округа хочется опробовать самый лучший, самый современный манеж за Уралом. Трансляцию первого турнира смотрите в эфире канала «Абакан-24». Анзор Саванов, Артем Амзараков. Новости. В 2023 году в Абакане откроется не только манеж, но и ряд других спортивных объектов. В частности речь идет о совместных проектах Минспорта и администрации города, а также о республиканских стройках. Подробнее о планах по развитию инфраструктуры столицы Хакасии рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Качан. В этом всем известном зеленом здании в самом центре Абакана много лет размещается республиканская школа единоборств. Здесь тренируются в основном борцы и в целом место, скажем так, намоленное, но изрядно устаревшее. Именно здесь и дебютирует в этом году проект типового спортивного зала единоборств, который в 2022-м разработали в Минспорта региона. Появится он прямо рядом с действующим объектом. Мы получили в конце 2022 года экспертизу, и у нас есть ассигнование, и мы приступаем, уже сейчас объявляем, что до 1-го числа, апреля, я надеюсь, уже будет подрядчик, и мы все-таки построим этот модульный зал. 26 на 16, два ковра или ринг, может, штанга, помосты, уже адаптированные к людям с ограниченными возможностями, две раздевалки, тренерская, медкабинет. Поэтому вот такой зал разработан. В 2024-м такие же залы планируются построить в Арджиникидзовском районе, в Аршаново и еще один в Абакане, на территории училища Олимпийского резерва. Но вернемся к планам 2023-го. Еще один проект, средства на которые уже выделены, Минспорт реализует совместно с администрацией Абакана. Речь о велодорожке в парке культуры и отдыха. Ее строительство городские власти начнут весной. Также сейчас ведется работа по получению федеральных субсидий на возведение так называемой «умной спортивной площадки». Теперь она будет называться «умной». Раньше она называлась «ФОК открытого типа», который мы сделали при школе, при гимназии. Мы сейчас дополнительно работаем и надеемся, что если будет какие-то дополнительные выделения таких площадок, и глава города подтвердил, что на правах софинансирования, опять же, на территории очередной школы мы это сделаем. Поэтому если будут какие-то дополнительные, а мы это узнаем до июня месяца, то, скорее всего, мы еще один проект сюда заведем. В стадии обсуждения и возможность оборудования нескольких дворов Абакана спортивными площадками по типу, расположенной в зоне отдыха. Силовые тренажеры, воркаут-зона. Вообще, в Хакасии их будет построено 10. На каждую бюджет республики выделят по 2 миллиона рублей. Еще часть суммы добавят муниципалитеты. Наконец, в этом году на территории ипподрома появится административное здание крытой ледовой арены с раздевалками, помещением для хранения инвентаря и медицинским кабинетом. От проектирования до строительства глава Абакана Алексей Люмин и его заместитель по вопросам экономики и финансов Вероника Веницына сегодня обсудили на выездном совещании участие крупного подрядчика в городских стройках. Профиль предприятия, как и опыт, позволяет выполнить работы любой сложности. О чем еще говорили участники рабочей встречи, расскажем далее. Своё техническое оснащение и возведение профильных объектов любой сложности. Пожалуй, такой краткой формой можно охарактеризовать вектор деятельности производственного строительного монтажного управления, которое находится в республиканской столице. На протяжении двух десятков лет предприятию удалось существенно расширить свою рабочую сферу и определить, подкрепив хорошими результатами выполненных работ основные позиции. Это производство и монтаж оборудования для угольной промышленности, понтонов, силосов, строительство очистных сооружений, железнодорожных путей и производственных объектов. Тем самым география объектов – весь регион. Однако даже такой крупный игрок строительного сектора может рассчитывать на механизмы поддержки от города, подчеркнул глава Абакана Алексей Лёмин на рабочей встрече. Поскольку предприятие дважды участвовало в городском конкурсе, во-первых, благодаря муниципальной программе по поддержке бизнеса управлению субсидировали покупку автомобильного крана в части лизинговых платежей. Во-вторых, предприятие приобрело таким же образом самоходную буровую установку. Я всегда говорил, что строители – это драйвер экономики нашего города. Как правило, мы под этим подразумеваем все-таки жилищное строительство, но здесь вот ситуация несколько иная. Предприятие специализируется, в первую очередь, на промышленном строительстве, и конкурентов на этом рынке, в городе Абаканю, предприятия не так много. Предприятие имеет действительно славную историю. Предприятие очень активно развивается, и в своем штате имеет уже больше ста сотрудников, имеет большой портфель заказа, в первую очередь, промышленного строительства. Конечно бы хотелось, чтобы предприятие обратило внимание и на городские стройки. Мы это сегодня обсуждали, потому что у нас на подходе такие непростые, большие объекты, в которых будет задействована, в том числе, и большое количество металлоизделий. И очень надеемся, что предприятие будет работать, оно работает активно, представлено в республике, но вот в городе Абакане, оно работает не в таком большом объеме, и очень надеемся, что со временем эта тенденция изменится. Руководитель производственного строительного монтажного управления Артем Дук отмечает, что промышленное строительство сложное, особенно под ключ. При этом за годы работы у коллектива есть своя технология, а экономические изменения позволили перейти на азиатскую технику. Мы, когда заходим на объект, мы выполняем работы от земляных работ и заканчивая финальными монтажами оборудований. У нас санкции коснулись прежде всего, это где-то была усложнена поставка оборудования на объекты, ну просто растянулся срок. И в начале года, в первой половине года, выросли комплектующие на технику иностранного производства. Но сейчас цены стабилизировались, ситуация стабилизировалась, можно больше сказать, даже некоторые вещи, они были плюсом, потому что доллар подешевел, и китайская техника, которую можно было брать в лизинг, она тоже подешевела. Кроме того, глава Абакана отметил, что руководитель производства не забывает повышать свою квалификацию и ввел это правило на уровне корпоративной политики для своих сотрудников. Артем Владимирович у нас использует прогрессивные методы управления, он очень много учится, проводит тренингов, и, наверное, самое главное, то, что он не только повышает свой собственный управленческий опыт, но и активно проводит это в своем коллективе, что, конечно же, несомненно, сказывается на результатах работы предприятия. И предприятие смотрит вперед, смотрит в будущее, смотрит, в каком направлении расти, но, наверное, это самое главное, строит планы на будущее. Более подробно о том, в каких условиях сегодня продолжает свое дело производственное строительное монтажное управление, расскажем в новом выпуске программы «Сделано в Бакане» в среду 8 февраля. Следите за обновлениями. Согласно очереди, многодетным семьям и льготникам Абакана направлены предложения о бесплатном предоставлении земли под строительство жилья. В 2023 году таких участков всего 12. Сказывается дефицит свободных от застройки площадок. В качестве альтернативы по предложению администрации соседнего Усть-Баканского района многодетные семьи столицы Хакасии могут получить бесплатно землю под ИЖС в селе Солнечное. Списки участков для многодетных семей и льготников Абакана подготовлены в середине декабря. В соответствии с законом Республики Хакасия их предоставляют бесплатно под строительство индивидуального жилья, согласно очередности. Тогда же, в канун Нового года, специалисты градостроительного департамента приступили к рассылке уведомлений в адрес льготных категорий граждан. Как известно, списки эти не очень обширные. На наступивший год они содержат всего лишь 12 земельных участков. И на сегодняшний день уже направлены все предложения тем гражданам, которые стоят на учете первыми. И 10 согласий из 12 уже получено. То есть два человека у нас еще рассматривают предложения и не высказали относительно согласия или несогласия на приобретение участка. Но, как известно, количество земельных участков в городе ограничено. Кроме того, закон говорит о том, что в случае отказа от земельного участка такой человек снимается с очереди. Из-за дефицита свободной земли с каждым годом таких участков все меньше. А списки для льготников все короче. Вот, скажем, для многодетных в 2023-м специалисты мэрии Абакана смогли подыскать всего 5 площадок и 7 для всех остальных категорий. Причем это лучшая земельного резерва, которая остается в наличии на сегодня. Неудивительно поэтому, что большинство граждан сразу дали согласие. Кроме того, в адрес многодетных семей помимо этих предложений также было направлено 100 предложений о приобретении земельных участков в селе Солнечный Усть-Абаканского района. Такое предложение в адрес администрации Абакана было направлено администрацией района. И, собственно, с согласия жителей города Абакана они могут получить участки в соседнем муниципальном образовании. Документы тех людей, которые согласие дают, мы сразу же отправляем в администрацию для того, чтобы уже район оформлял земельные участки на своей территории тем людям, кто изъявил такое желание и такое согласие. Отметим, что участки в поселке Солнечное жителям столицы власти соседнего Усть-Абаканского района предоставляют уже не первый год. Так что за это время там сформировался целый квартал домов для многодетных семей. А еще многодетным семьям Хакасии компенсируют часть оплаты за обучение детей по программам среднего профессионального образования. Право на компенсацию есть у родителей, которые имеют троих и более детей, в том числе опекаемых. Как сообщает Министерство образования региона, компенсация предоставляется однократно на каждого ребенка в многодетной семье. Если он обучается в колледже или профучилище платно, то можно рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей после окончания учебы. Министр труда и соцзащиты Хакасии Татьяна Раменская уточнила. Так как закон действует с 1 января, то на выплату могут претендовать студенты, которые получат диплом в этом году. Для этого необходимо подать заявление в Управление соцподдержки в течение трех месяцев со дня получения диплома. На 20% по итогам прошлого года в Абакане снизилось число преступлений, совершенных подростками в возрасте до 18 лет. Произошло снижение по всем видам преступлений и возрастным группам. Снизилось и количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Эти цифры и факты озвучены сегодня на традиционном итоговом заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Самый низкий показатель подростковой преступности за последние 7 лет отмечен в 2022 году в Абакане. Какие виды правонарушений фиксируются реже или не регистрируются совсем, рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних. В 2022 году окончено расследование по 40 преступлениям. Снижение подростковой преступности в городе составило 20%. Несовершеннолетними совершено 21 кража, 2 преступления насильственные, действия сексуального характера, 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 5 грабежей. По лицам, участникам преступлений также наблюдается снижение в совершении преступления. Приняло участие 32 несовершеннолетних, снижение 45%. 14 преступлений раскрыто в минувшем году сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. В течение года на профилактический учет поставлено 48 несовершеннолетних за употребление спиртного. Зарегистрировано 2 факта отравления курительными смесями. Количество преступлений в отношении несовершеннолетних в минувшем году также снизилось на 20%. Из тех, что были совершены, 14 посредством сети интернет. В образовательных учреждениях продолжается системная профилактическая работа, направленная на формирование правового сознания школьников. Это практически ежедневная, кропотливая работа. Кроме этого, есть системные мероприятия, например, такие, как месячные цифровые знания, которые организованы два раза в год, и в них участвуют все судьи на профилактике. Во всех школах проводятся различные мероприятия, классные часы, групповые, индивидуальные различные мероприятия по предупреждению участия в конфликтных каких-то ситуациях, в своем правил поведения. Вопросы более эффективного межведомственного взаимодействия традиционно обсуждаются на таких встречах. Совместная работа направлена на один общий результат – снизить подростковую преступность, не допустить противоправных действий в отношении детей. Итог общей работы, да? А я бы это даже по-другому сказал. Если бы этой работы не было, то было бы значительно будет. И чтобы мы, как золотые, все не делали, все равно будут права нарушения, это неизбежно. Надо просто спокойно реагировать на те показатели, которые нам сигнализируют, что они со стороны пошли. Как там Барк, по-моему, писал, ребенок урса в дому, что видит из себя в дому, родители, например, ему, да? Родители зачастую за что не крифляют? Работа с семьей ведется по линии Управления социальной поддержки населения. Совместно со старостами жилых районов специалисты выезжают в рейды. В минувшем году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло более ста семей, находящихся в социально опасном положении. Один из серьезных показателей 2022 года равен нулю. И по сравнению с 2021 это важный результат. Ни один ребенок не свел счеты с жизнью в 2022 году, что тоже является очень важным и значимым для нас и показателем работы, слаженной всей командой профессионалов. И мы также говорим о том, что разъяснительная работа с родителями все-таки является очень эффективной, снизиваясь количество ребят, склонных к бродяжничеству, своевременное оказание психолого-педагогической, медицинской помощи. Вместе с тем мы говорим об усилении миграционных процессов на территорию города Абакана. Прибывает достаточно большое количество из соседних республик. И наша задача, чтобы все дети школьного возраста не остались безнадзорными, оказались за партами. И максимально снизить неблагополучие, которое может царить в семьях. Мы говорим не только о том, что родители пьют, но наша задача сделать так, чтобы дети все были организованы, были сытыми и никаких неприменимых форм наказания к ним не применялось. Светлана Побеляева, Владислав Воронов, Новости. К происшествиям жителя Алтайского района отправили на долгие годы в колонию за убийство мачехи и покушение на жизнь собственного отца. По информации республиканской прокуратуры, обвиняемый на почве личной неприязни к родным избил металлическим ломом свою мачеху, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Затем подсудимый напал и на отца, однако тот оказался сильнее и сумел отбиться. Суд назначил убийцы 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденного отправили на принудительное лечение у врача-психиатра. Доставщик суши в Красноярском крае умудрился ограбить своего начальника на миллион рублей. 30-летний мужчина полтора года работал в службе доставки японских блюд, но, как оказалось, все это время он проворачивал махинации с деньгами клиентов. Схема довольно простая. Курьер просил покупателей рассчитаться наличными, затем со своей карты через терминал оплачивал заказ, распечатывал чек и тут же отменял перевод. Затем ушлый доставщик предоставлял чеки о якобы совершенной оплате своему работодателю, таким образом присваивая наличные клиентов себе. Он умудрился похитить 1 миллион 86 тысяч рублей. На эти деньги мужчина накупил себе золото, дорогих гаджетов, все это добро полицейские изъяли, а злоумышленнику теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Неудачная находка. За сбыт холодного оружия жителю Хакасии грозит срок до 4 лет. 40-летний сайноборец 14 лет назад нашел охотничий нож, а потом за ненадобностью решил его продать. Охотой он никогда не занимался. Сотрудники уголовного розыска Абаканского линейного отдела МВД узнали о продаже. Нож изъяли и экспертиза показала, что он относится к холодному оружию. Теперь мужчину ждет суд. Приставы Хакасии предупреждают о мошенниках. Если вам пришла смс или подозрительная ссылка от службы исполнителей, это аферисты. Сотрудники ведомства не занимаются рассылкой уведомлений о наличии задолженности. Такая информация поступает должнику лишь из официальных источников и интернет-сервисов. Это банк данных, исполнительных производств и портал госуслуг, где каждый конкретный житель республики видит исключительно свои данные. Никаких ссылок, где необходимо ввести банковские данные граждан или загрузить файл, судебные приставы не присылают. Более того, не просят они и в своем присутствии снять деньги в банкомате, оформить кредит или займ, или рассчитаться за какой-либо товар. Подобные методы работы практикуют мошенники, желающие получить доступ к вашим персональным данным. В Хакасии оперативники задержали мигранта, который занимался сбытом героина, чтобы накопить на свадьбу. По информации МВД, мужчина приехал к нам из ближнего зарубежья легально, но продлевать вовремя визу не стал. Вместо этого решил зарабатывать на наркотиках. Он получал крупную партию запрещенных веществ, фасовал на более мелкие и размещал по тайникам в различных населенных пунктах Хакасии Красноярского края. Последние три закладки он сделал в Абакане. Тут-то дилера и поймали. В ходе обыска у преступника нашли 93 свертка с героином. Сотрудником полиции наркоторговец признался, что заработанные деньги отправлял на родину. На них он планировал построить дом и сыграть свадьбу. Далее пройдемся на рекламный блок, затем продолжим обзор событий дня. Реклама За очками в салон оптики «Лидер». Очки на заказ от 1590 рублей. На второй заказ футляр в подарок или скидка 20%. Мы находимся на торговой 5 в павильоне «Аптека В7». Пенсионерам скидки. Доверьте домашние дела умным устройствам от «Орион Телеком». Установите комфортный уровень влажности и температуры прямо по дороге домой. Включайте любые электроприборы, подключенные к системе умного дома. Управляйте освещением в комнатах. Контролируйте ваш умный дом с помощью голосового помощника или специального приложения. Создайте свой умный дом вместе с «Орион Телеком». 8 800 234 40 60 Обои своей мечты выбирайте в «Авангарде». Революция в мире интерьерного дизайна. Хватит держать себя в рамках геометрии стен. 3D-обои дарят возможность управлять пространством в любом помещении. «Авангард» Пушкина 221. Хакасия готовится к празднованию Великой Победы. Накануне состоялось заседание регионального оргкомитета. Так, в этом году пройдет ряд новых патриотических мероприятий, в том числе масштабный межрегиональный форум с участием молодежи из Донецка и Луганска. Он намечен на 20 февраля. В Бакане по традиции планируется торжественный марш на Первомайской площади. ритуал памяти у мемориала воинской славы, акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и другие. Впервые в этом году среди почетных гостей, приглашенных на торжественный марш, будут участники спецоперации и члены их семей. Репетиции марша начнутся в конце марта. По последним данным в Хакасии сегодня живут 9 участников Великой Отечественной войны, 28 инвалидов войны, 15 жителей блокадного Ленинграда, 18 бывших узников фашизма, чуть более 14 тысяч детей войны и почти полторы тысячи тружеников тыла. 2 февраля день воинской славы России, 80-е годовщина Сталинградской битвы. Самое крупное и ожесточенное сражение, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны. Оно длилось более 200 дней, ровно 80 лет назад. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась разгромом немецко-фашистских войск. Подвигу героев Великой Отечественной посвящены сегодняшние мероприятия. Они проходят в школах, библиотеках, музеях и выставочных залах. Сталинград важнейший, стратегический был, скажем так, пункт, промышленный, огромный центр, там и заводы были, и транспортные узлы, и нефтехранилища, и вообще носил имя Сталин, то есть идеологически даже было важно противнику взять это место, но и были брошены соответственно все силы. Но и обе стороны, вообще вся мировая общественность, все понимали, что здесь решается судьба вообще человечества того времени. Начиная с 10 утра, сегодня в зале боевой славы Хакасии Национального краеведческого музея имени Леонида Романовича Кызласова проходит экскурсия для школьников. Шестиклассники 26-й школы познакомятся с экспонатами, архивными документами, имеющими отношение к главным сражениям Великой Отечественной, с именами наших земляков, которые в них участвовали. 20-летним парнем Сталинград защищал житель Хакасии Геннадий Сосолятин, ставший впоследствии писателем. На уроках истории ребята изучают факты и цифры о таких значимых событиях, а какие-то важные для себя моменты подмечают именно в ходе таких экскурсий. Мне интересна история нашей страны, нашего региона. Мне интересно, кто и как воевал, чтобы защитить нашу родину. Про игрушки, вот про детские мне очень понравилось. Как жили раньше, как воевали, мне вообще очень понравилось все. Мне понравилась история про Сталинградскую битву, поскольку я увлекаюсь этой историей и мне очень интересна эта тема. Дом Павлова, например. Я углубился в эту историю и узнал, что этот дом выстоял больше, чем некоторые страны. Например, дом Павлова выстоял против немецких солдат дольше, чем Франция. Здесь конкретно мы рассказываем про людей. Именно мы эту историю пытаемся преподнести как личные истории наших земляков, которые пережили вот эти события. Поэтому здесь много фотографий, писем. Ну, понятно, что какие-то цифры все равно звучат, но мы же не на уроке истории, мы не требуем знания каких-то точностей, там еще что-то. Просто мы рассказываем, как жили люди, как они выглядели, как они писали письма домой. Когда в зал боевой славы заходит вторая группа школьников во главе с экскурсоводом, для первой экскурсии завершается в той его части, где можно почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений. В зале боевой славы Хакасии всегда горит вечный огонь. Здесь особая атмосфера. По окружности зала мы видим лики героев Великой Отечественной. Решено было сделать именно так, потому что не все их фотографии сохранились. Среди наших земляков 35 героев Великой Отечественной войны и 17 полных кавалеров Ордена Славы. Все их фамилии и имена увековечены в этом зале. В этом зале все невольно замолкают, думая о подвиге, который каждый день на полях сражений совершали герои Великой Отечественной. В ходе Сталинградской битвы погибло более 1 миллиона 129 тысяч солдат Красной Армии, 200 дней ожесточенных боев до последней капли крови ради жизни будущих поколений с той самой легендарной фразой маршала Чуйкова За Волгой для нас земли нет. Проходят памятные мероприятия сегодня и во всех образовательных учреждениях Абакана, детском саду Ёлочка. Воспитатели, родители и воспитанники старших дошкольных групп подготовили стихотворения, песни и танцы, посвященные Дню Воинской Славы России. Мой подъедушка тоже был на войне в Сталинграде. Он говорил, что над городом гружили немецкие бомбардировщики. Весь город горел. Горели дома, улицы. Касаясь, что и Кавога тоже горела. Маленький костюмчик медсестрички, обмундирование солдата и сухая краюшка хлеба. Сегодня воспитанники детского сада Ёлочка попытались передать события тех страшных лет через стихотворения и песни. И пусть пока они не знают, что такое Мамаев Курган и какое значение он занимает в истории, значимость Сталинградской битвы эти дети понимают, как взрослые. Мы помним курс и Сталинград и битву под Москвою, как сквозь огонь Сталинцовый град победящих героев. Наши били за нашу планету. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, важно ли вспомнить постоянно то, что они раньше бились за Сталинград? Да, чтобы это больше не случилось. Потому что за Сталинград бились наши дедушки с бабушкой, чтобы никогда не было войны. Это мероприятие коллектив детского сада готовил с начала января. Все движения отрепетированы и слажены. Об истории родной земли ребятам рассказывают со старшего дошкольного возраста. Воспитатели отмечают, говорить о событиях тех лет с малышами очень важно. Это воспитывает нравственность и патриотизм. Поэтому ни один праздник, посвященный Дням воинской славы, без участия дошколят не обходится. А было так война когда-то была на Волжском берегу. На перекрестке три солдата сидели рядом на снегу. Стоял январь и ветер хлесткий, пазенку в кольца завивал, горел костер на перекрестке, солдатам руки согревал. Что будет бой, солдаты знали. Перед боем с полчаса они, наверное, вспоминали свои далекие леса. Пусть всегда будет солнце. Этой, казалось бы, веселой детской песней «Елочка» завершает совсем не детский утренник. Эти малыши никогда не видели войны. И даже их дедушки знают о ней лишь из-за рассказов своих отцов. Однако сегодня, в минуту умолчания, каждый склоняет голову перед подвигами солдат, которые 2 февраля 1943 года полным разгромом фашистских захватчиков в Сталинградской битве положили начало великой победе. Пусть всегда Росстат фиксирует снижение численности населения, в том числе и в Хакасии. На 1 января ведомство насчитало 146,5 миллионов жителей России. За год цифра снизилась на 500 тысяч, пишет РБК. Среди регионов по итогам 2022 года наибольшее сокращение численности населения наблюдалось Ростовской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. Негативную динамику демонстрирует и Хакасия. На сегодняшний день в нашей республике проживает 528 тысяч человек. Это почти на 2 тысячи меньше, чем в прошлом году. Причем преимущественно сократилось сельское население. Минимальный отток в течение года произошел в Черногорске и Абакане. Численность населения в городе угольщиков сократилась на 15 человек, в столице на 64 человека. По словам экспертов, главный фактор такой тенденции уменьшения числа рождений из-за снижения количества женщин репродуктивного возраста, а также плохая миграция. Большое кино в Абакане прошла пресс-конференция с участием съемочной группы фильма «Чикаго». К этому проекту, который сняли местные режиссеры, большой интерес. В первую очередь привлекает внимание звездный состав картины. Это актеры всероссийского масштаба. Один из них, Юрий Кузнецов, пролетел в Абакан, чтобы поделиться впечатлениями от работы. Компания «Ветер перемен». Однако, говорят участники проекта, успех заключается в первую очередь не в финансировании картины, а в творческой команде, которая влюбилась в проект и своим желанием снять большое качественное кино заразила всех. В первую очередь артистов высокого уровня. Три года создавалась история «Чикаго» именно на уровне текста, чтобы люди разговаривали по-настоящему, чтобы диалоги звучали, чтобы сценарий читался как литературное произведение. 31 января состоялась премьера фильма в Красноярске. Зрители не убежали. С улыбкой рассказывает продюсер студии «Ветер перемен». Наоборот, похвалили режиссерскую и актерскую работу. И, конечно, сценарий картины. «Чикаго» – это история друзей, выросших в одном дворе провинциального городка. «Наш фильм не о наркотиках», говорит режиссер. Мы поднимаем эту тему на фоне жизни в небольшом городе. Говорим о том, какие проблемы происходят из-за зависимости. Зрители увидят в фильме сцены, снятые на железнодорожном вокзале Абакана, улице Черногорска, окрестности Саиногорска и других районов Хакассии. Сегодня в столицу региона приехал и заслуженный артист России Юрий Кузнецов. Для него участие в съемках вдвойне приятный момент. Это еще и возможность приехать на родину. Юрий Кузнецов родился в Абакане. Милый, но вы же понимаете, вся наша актерская, творческая жизнь, у нас все это, если ты хороший актер, то у тебя все это есть. Вы знаете, на самом деле, когда Юрий Александрович заходил на площадку, он быстренько перевоплощался. Уже 23 февраля Чикаго покажут по всей России в кинотеатрах. Съемочная группа просит зрителей быть с ними предельно честными и обязательно писать отзывы к фильму. Получилось ли на самом деле снять народное кино? В Роструде напомнили о том, как мы будем отдыхать в праздничные дни февраля. Так, 23 февраля в этом году выпадает на четверг, поэтому производственный календарь составили так, что идущая за ним пятница тоже будет нерабочей. Таким образом, выходными будут дни 23, 24, 25 и 26 февраля. Это четверг, пятница, суббота и воскресенье. На работу мы выходим в понедельник 27 числа. Кстати, среда 22 февраля будет сокращенным предпраздничным днем, можно уйти на час раньше. Следующий праздничный выходной будет 8 марта. Международный женский день выпадает на среду, она будет нерабочей. Дополнительных выходных по этому случаю больше не будет. Папа дома. 43% российских мужчин согласились бы уйти в декрет. Таковы результаты опроса общественного мнения, в котором приняли участие более полутора тысяч представителей мужского пола. Как пишет российская газета, по сравнению с 2020 годом, количество респондентов, которые готовы сидеть с ребенком, увеличилось на 4%. Однако, каждый третий мужчина в нашей стране дома с малышом сидеть не хочет и предпочитает зарабатывать деньги на его содержание. Что по этому поводу, думаю, табаканцы, узнавала наша съемочная группа. Если там жена работает, то почему мужчина не может в декрет сходить? Я считаю, что это нормальная практика, но если это решено в самой паре, если это решено. Мужчины вообще отцы хорошие, но в декрет не надо идти. Почему? А и девушки сидят, женщины в декрете. Мужчина должен зарабатывать и кормить семью. Да, может, конечно. И не только, наверное, мужчины. И бабушки, и дедушки, наверное, тоже идут. И думаю, это ничего плохого. В этом плохого нет. Все это решается в семье. Кому работать, кому можно в этот момент посидеть с ребенком. Первый раз такое слышу, не знаю. Кто должен сидеть в декрете? Ну, женщина, наверное, кто лучше. Видите ли себя в декрете? Ну, скажем, в будущем. Ну, это очень сложно и очень большая ответственность. Я думаю, нет. Вы бы не согласились. Что вы скажете? Я считаю, что надо. Почему? Потому что не только женщина должна ухаживать за ребенком, но и мужчина. Вот. То есть, мужчина поймет, каково это, ухаживать за малышом. Да, да. Тоже примет участие в воспитании ребенка. Как стержень мужчины, что он добычек, он, все, но помочь, пожалуйста. То есть, вы бы не были против? Ну, нет. Обсуждали это с мужем. Как он отреагировал? Вполне положительно. Да, пожалуйста. И применили на практике? Ну, к сожалению, нет. Я пошла, потому что мне этого хотелось. Я не считаю, что мужчина, да, может, да, пожалуйста, его желание. Но, я мама, поэтому я была с ребенком. Я ему нужнее была. Нормально, хорошие. Даже, возможно, есть такая, как сказать, что и можно сидеть в декрете, потому что во всем мире, в принципе, это уже делается. Это нормально в настоящее время. Ваше время было такое, чтобы мужчина уходил в декрет? Было. Ну, редко, исключительно в случаях, но было. Как к этому относились? А вы знаете, я как-то не заморачивалась и не спрашивала ни у кого. У меня такого рядом не было, но я слышала, что такое было. Бывает. Бывают же случаи, когда, ну, нельзя по-другому. Все зависит от желания. Почему, почему мать может быть хорошей, отец не может быть хорошим. Хороший отец, это любой нормальный отец, это хороший отец. А сами вы пошли в декрет? Все зависит от обстоятельств. Да, вполне возможно. Допускаю. Словно говоря, финансовое положение семьи в большей степени зависит от работы женщины и от работы жены. Ну, почему тогда? Зачем подвергать, так сказать, финансовое благополучие каким-то? Потрясением. Что бы вы сказали мужчинам, которые сидят сейчас в декрете? Да и что? У них это сил и терпение с детьми и самое главное. Страсти на льду. В Абакане состоялись соревнования по керлингу, в которых принимали участие юнормейцы со всех школ города. Площадку для игры, а также тренеров и судьи предоставил физкультурно-оздоровительный комплекс ТИПСЕЙ. Каждый из ребят знакомился с таким видом спорта впервые. Школьники с удовольствием поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Мороз и солнце отличный повод провести время на свежем воздухе. Так думают и ребята из Абаканского объединения ЮНАРМИЯ. Сегодня на ледовой площадке физкультурно-оздоровительного комплекса ТИПСЕЙ 22 команды со всех школ города. В каждой по 4 человека. И главная задача играющих попасть в дом. Ни один из ребят с таким видом спорта как керлинг раньше знаком не был. Однако и это не проблема. Учат играть, а также судят школьников тренеры ТИПСЕЯ. Мы решили ребят вывести на свежий воздух, немножко оздоровиться. Ну и конечно одна из задач это познакомиться с новым видом спорта, привлечь наших ребят. Может быть кому-то понравится и они будут приходить и заниматься здесь на ледовой площадке нашего физкультурно-спортивного комплекса ТИПСЕЯ. Холодный ветер большому спорту не помеха. Мальчишки и девчонки болеют друг за друга и уж точно не готовы сдаваться соперникам. Сначала и до самого конца соревнований на льду кипят страсти. И даже резво убегающая вдаль с чьим-то рюкзаком собака, которую в игру не приняли, не расстроила ребята, только подзадорила. Вот так весело, полезно и спортивно юно-армейцы скрасили обычную будничную среду. Не сказать холодно, в керлинг мы никогда еще не играли, нам вот только сказали, что будем играть, мы сразу согласились, пошли. Вообще сказали, когда будем играть в керлинг, я сначала не знала, что это такое, но вообще слышала, потом загуглила в интернете и поняла, что это интересно и согласилась. В первую очередь это защищать школу нашу, как юно-армейцы. Команда есть команда, значит, поддерживать, ну и верить лучше. Ксения Мэйр, Владислав Оренов, новости. И на этом пока все, отмечу, что еще больше новостей на нашем сайте abacan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в Телеграм-канале abacan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите сейчас на своих экранах, присоединяйтесь. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok